Хочу вам представить нового губернатора Амурской области, который победил 13 сентября, представитель фракции ЛДПР, Абрамов Иван Николаевич. Встаньте, Иван Николаевич. Облазберком сделали заключение о признании выборов, и там у них избранным считается Козлов. И завтра, возможно, президент встретится с губернаторами, победившими на выборах. Мы обратились к президенту не приглашать на встречу Козлова, потому что по Иркутской области второй тур, здесь, в Амурской, тоже второй тур. И будем требовать отдать под суд Неведомского, председателя облазберкома, и тех глав поселений, и председателей участковых комиссий, которые допустили искажение результата. Чтобы 6 часов завис компьютер, его просто выключили. Надо было переписать бюллетени по ряду участков. Вот я называю. Мазановский район, УИК 10-12, за Абрамова 1%, за Козлова 91%. Вы такое когда-нибудь видели вообще? Это совесть есть вообще? А по району, в среднем, если помолчите, кто там что-то видел, помолчать, вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идёт, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Сидите всё время, мне мозги компонсируют. Бессовестная даже. Помолчите. Да. В среднем 17% по району. Понимаете? В среднем. А на отдельных УИКах 1%. Да. Но вы имеете право, вы обязаны слушать. Видите, какая партия? Видите? А зачем мешать выступать? Зачем? Ну, вы же с вами сидит, мешает выступать. Так остановите её. Женщина будет выступать и мешать, да? Ну, надо совесть иметь просто. Так тихо разговаривать. На ушко, на шептите ему на ушко. Это же каждый день делает. Вы понимаете? Каждый день. Каждый день. Ларису успокоили, она уже молчит. Теперь она. Вы же не слышите, что она говорит. Вы сюда выйдете, Единая Россия, и нашего человека посадим, и он будет бубнить, что вы неправы, что это ложь, что это неправильно. Да что это такое? А сосед говорит, это говорит, нам вас противно слушать. Слушайте, а нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Вы не партия, вы преступники. Преступники вы все. Вся Единая Россия. И весь ваш фронт преступники. Белогорский район. УИК 2226. За Абрамова один голос. За Козлова 41. В среднем по району 17. Вы понимаете, что не весь же район. В среднем жители говорят, за него 17. Но в отдельных поселениях позвонил Козлов и написали один голос. Один. Один. То же самое, следующий УИК. Один голос за Козлова 26. Шимановский район. В среднем, Шимановский, 18%. Вы слышите меня, Единая Россия? За нашего кандидата в среднем 18% дает область. Но в отдельных участках, чтобы поднять Козлова выше 50, опять дают 3-4%. При этом соседняя деревня, вы можете понять, в одной деревне 4%. Соседняя деревня 30% за нашего кандидата. Это же документы. Интернет. Откройте все. Мне не надо перед вами выступать. Вы же все образованные. Откройте интернет, посмотрите. Разве могут быть такие выборы? Нет. Нет. Не могут быть. Не могут быть. В одной деревне, чтобы было 1% из-за другой. И так по всей стране. Не мешайте выступать. Когда ваш кандидат выступает, вот, в этом заключать не удастся вам. Не получится. Мы на улицу выйдем, посмотрим. Вам будет в лесу плевать. А нас на руках будут нести. Это здесь вы можете шуметь. Когда вы здесь образовали агрессивно послушное большинство. Вы идете по пути КПСС. Так шел Лужков. Мы оспаривали все выборы по городу Москве. Тотальная фальсификация была. И честный человек Ресин вам это подтвердит. Или промолчит. Пока Лужков не умер еще. Когда умрет, он скажет всю правду. Как проходили выборы, Москов стоит. Чем кончил Лужков? Самый большой позор. Президент. Я имею в виду Лужкова, когда умрет. А не он. Когда Лужков умрет, он скажет правду про Лужкова. Да. И потом стыдно нашим потомкам будет. Стыдно. Узнавать, как вы здесь захлопывали, так сказать. Поэтому здесь такого не бывает. В одном районе, в одном поселении 35% было даже. 35% за нашего кандидата. А? Тоже. Как Иван Николаевич, в свободном как проголосовали? 30%. То есть нормальный, за Козлов получал. Мы не говорим, что Козлов ничего не получил. Козлов 30-35. Абрамов 30-35. Коммунист 12-15. Все. И проводим второй тур. И возможно, во втором туре вы бы выиграли. Но тот факт, что вы боитесь второго тура, и то, что уже подписали документы, это говорит о том, что вы понимаете, что такого разброса на выборах не бывает, чтобы один голос и 35%. Ну, смешно. Жители одного района. Ну, это же... Я согласен, в Москве. Садовое кольцо голосует. За Навального Капотня не будет. Но разницы в 10 раз не будет. Поэтому это всё... А потом, хорошо. Вы говорите, что так может быть. Давайте пересчитаем. Всего три района. Шесть участков. Полчаса работы. Вываливать у бюллетени. Все сядем, посчитаем. И мы поздравим Козлова. Поздравим Козлова. На руках внесём в кабинет бубернатора. Ну, вы же боитесь. Раз боятся пересчитать. Раз боятся отложить. Значит, это и есть воровство. Это не демократия. Это длится уже, вы поймите. Чё вы уперлись в Амурскую область и в 13 сентября. 25 лет это идёт. Все выборы были фальшивые. Все. По всей стране. Что Ростов вам говорил вчера, Коломейцев? И там всё это продолжается. Бандитская демократия в Ростове. Грязная. Поскольку мы три фракции объединились в прошлом году. Сейчас Голубев одного пропустил. Значит, ЛДПР голодная собака, кость. Крызите её. Вот один депутат у вас будет. Один. Он, Голубев, решил. А область нам даёт 15%. А он дал одного. И так по всей стране. Поэтому здесь должны сидеть 30% депутатов от ЛДПР. 30%, а сидит 11%. Три раза больше украли голосов. Не только вы. Наш Дом Россия и все остальные, в том числе, у вас будут воровать. У вас будут воровать, чтобы сюда посадить ОНФ. А Единая Россия устали? Теперь ОНФ будет сидеть. Помните наш Дом России? Устали? На свалку. И Чернобыдин ушёл из жизни пораньше. Чё же это? Стыд и позор. Поиграли им лидер партии. И всё. То есть так можно делать. Всегда была грязь, интриги, шантаж, убийство. Всегда было и будет в мировой политике. Но единственное, чего достигло человечество, это наше право об этом сказать. И когда вы захлопываете, затоптываете или бубните, чтобы помешать выступать, вот этим самым вы нарушаете святое право. Право слова. Нам всем дали свободу слова. И так же шумели, затоптывали левых в Царской Государственной Думе. Мы это знаем. Демократов затоптывали на съездах. Всё это было. И здесь сколько раз, так сказать, по нам долбали. Мы это всё знаем. Но проводите честные выборы. Мы будем честно подписывать ваши протоколы. И наши губернаторы будут входить в коридоры власти, в свои кабинеты. Что случилось бы, сейчас появилось бы четыре новых губернатора. Амур, Архангельск, Иркутск и Ашкар-Орла. Ничего же не случилось бы. Но все бы мы были рады этим выборам. И страна бы вздохнула. Есть в России свободные выборы. Но вы испортили эти вот три области. Амурскую, значит, Мариэл, Архангельская. Что случилось в Смоленске, наш губернатор? Что? Ничего плохого нет. Вы бы сказали, да вот ваши губернаторы, экономика не к чёрту. Все показатели лучше и выше, чем все ваши предыдущие три губернатора от Единой России. Все проворовались, всех их выкинули на свалку. Вы что спорите с нами? Вы же сами в тюрьмы отправляете ваших губернаторов, ваших депутатов. И нас ещё обвиняете в чём-то. И у нас могут быть негодяи. И мы сегодня говорим, отправьте их тоже в тюрьму. Но проводите это воля народа. Это я шумлю здесь. Миллионы за нас голосуют. От имени миллионов. А вы от имени ваших мошенников нам запрываете рот. Мы вам этого не позволим никогда. Никогда не позволим вам. Запрывайте нам рот. Никогда. Право слово святое, конечно, каждый может высказываться и говорить всё, что он думает. Однако я прошу воздерживаться от оскорблений в адрес депутатов и выступать в рамках регламента. Спасибо. Поведению Булаев Николай Иванович. Уважаемый Александр Митич, я понимаю, что эмоции иногда перехлёстывают, в том числе и на трибуне. И публичное оскорбление требует публичных извинений. Если они не прозвучат, то у нас есть комиссия по этике, которая могла бы проанализировать характер нанесённых обид и принять адекватное решение. Есть ли предложение дать поручение тогда комиссии по этике, если не прозвучат публичные извинения в адрес Ирины Константиновны? Спасибо. Спасибо. Аттракция «Единая Россия» выступает Аршба Атарёнович.